Традиционный фестиваль уже третий по счету. С каждым годом участников становится все больше. Талантливых артистов и гостей областного центра поприветствовал вице-спикер Можилиса парламента Республики Казахстан, председатель ОЮЛ Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана Владимир Карпович Башко. У нас, в принципе, около 50 организаций во всех областях, которые проводят главную работу, это сохранение языка, сохранение культуры, сохранение мира и согласия. Это, наверное, главная задача, которой всегда наш председатель, первый президент нашей страны, Ельбас Ильбас Ильбас Ильбасов, она еще очень всегда ставит своей деятельности, семьи, 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 семьи. Продолжение порвать всем, кто будет выступать на этой сцене, занять почётное место, но пусть победит, как в спорте говорят, сильнейший мир, пусть победит талант. Организатором выступил областной филиал Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана. Стоит отметить, один из этапов конкурса – исполнение песен на государственном языке. К выступлению артистов оценивало жюри, деятели культуры, представители казачьих общественных организаций, средств массовой информации. В ярких национальных костюмах хоровые и фольклорные коллективы, дуэты и солисты сменяли друг друга на сцене. По словам участников, приезд на фестиваль уже стал доброй традицией. Первый раз мы были в том году, как читав, нам очень понравился, мы были в том году только первый раз. Встретили нас очень хорошо. Мы, воодушевленные этим, решили в этом году опять посетить фестиваль. Нас в коллективе вообще восемь человек, но приехали мы только шестеро. Одну песню у нас выставили на конкурс, и три песни мы поем в концертной программе. Наш коллектив не первый раз принимает участие в данном мероприятии. Мы уже приезжали сюда. Эта земля нас принимает очень радостно и гостеприимно. Нам создали условия, что мы могли приехать, благополучно встретили, разместили. Все очень здорово, спасибо. Мы готовили несколько номеров, но оставили акапельную, песня донских казаков «Тихой дон». По итогам фестиваля в номинации «Лучшее исполнение на государственном языке» победителем признан народный ансамбль «Русская песня из Кокшитал». Столичному коллективу «Раздолье» присвоены номинации «Лучший хор и вокально-хореографическая группа». Иртышские казаки завоевали звание «Лучший ансамбль». Артисты из Карагандинской области победили в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучший солист». Участников наградили дипломами и ценными подарками.